В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Руничи. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В «Золотой руки-2018» подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства среди рабочих специальностей. Древние обряды, мордовские традиции и блюда национальной кухни в селе Лесной Цыбаево Темниковского района отметили гастрономический праздник в «Золотой осени». Авангард против терема определился обладатель Кубка города по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Лучшие среди токарей, слесарей, радиомонтажников. В нашем городе прошел конкурс профессионального мастерства среди рабочих специальностей. На протяжении нескольких часов сотрудники ядерного центра и студенты Саровского политеха собирали платы, конструировали и вытачивали детали. Еще несколько дней понадобилось, чтобы жюри смогли оценить работу участников. И, наконец, итоги подведены. В «Младежном центре» прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Золотые руки». Поверить в свои силы, пройти внутренний отбор в отделении или на заводе и стать победителем городского этапа конкурса профессионального мастерства «Золотые руки». Кому-то это кажется невозможным, но не Роману Белухину. Молодой человек принимает участие в соревнованиях с 2012 года и уже не раз попадал в число лучших. И если для одних самым сложным этапом конкурса становится само выполнение задания, другим трудности создают собственные эмоции. Для меня волнение. А вот начнешь работать, уже оно проходит. Так получилось и в этот раз. Роман справился с волнением и в очередной раз стал победителем среди токарей. Василий Дмитриевич Келлин тоже несколько раз принимал участие в «Золотых руках». В свое время готовил оборудование для проведения соревнований, разрабатывал задания для участников, был членом жюри. И сегодня по праву может считаться ветераном конкурса. У Василия Дмитриевича даже есть мечта, связанная с «Золотыми руками». Я знаю, что из участников этих конкурсов получаются передовики производства, получаются орденоносцы. Я знал многих людей, которые носили звание Героя социалистического труда. И у меня есть мечта дожить и увидеть, что среди победителей конкурса «Золотые руки» появятся новые герои труда Российской Федерации. Среди тех, кто поднимался на сцену для награждения, оказались не только победители и призеры, но и эксперты, которые оценивали мастерство участников. Членам жюри вручили благодарственные письма. Конкуренция была достаточно жестокая, жесткая. Даже до сегодняшнего дня были там среди конкурсантов вопросы, почему это не я, почему кто-то другой. И сегодня еще до обеда мы, по крайней мере, заседали на жюри. «Золотые руки» проходят уже 60 лет. Каждый год число конкурсантов только растет. В этот раз в соревнованиях приняли участие около 200 человек из подразделений ядерного центра и Саровского политехнического техникума. Махинации на сайтах объявлений, вирусные сообщения, присылаемые на мобильные телефоны и звонки от имени служб безопасности банков. Схем, по которым мошенники выманивают деньги у горожан, становится все больше. Так, супружеская пара из нашего города лишилась 67 тысяч рублей, продиктовав мошенникам код подтверждения из СМС-сообщения. Чем еще запомнено с прошедшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Суббота, три часа дня. На улице Академика Харитона серьезные ДТП. Водитель машины ВАЗ-2109 не справился с управлением, не вписался в поворот и столкнулся со встречным автомобилем. Девятку вынесло на тротуар. Проходивший мимо пешеход не успел среагировать. От удара машины его подбросило на крышу автомобиля. Водитель, как раз виновник, получил от телесного повреждения в виде стрясения головного мозга и сочетанные травмы. Был госпитализирован в травматологию. И пешеход также получил телесное повреждение в виде сочетанной травмы. И также после осмотра врача приемного покоя был госпитализирован в травматологию. Очередная авария случилась на перекрестке Курчатова-Арзамасская. Водитель такси не справился с управлением, вылетел на встречную полосу движения и врезался в пассажирскую маршрутку. В результате ДТП пострадали пассажиры и водитель такси. Водитель, как раз Влада Гранта, получил телесное повреждение в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, растяжения связок, шейного отдела позвоночника и ушибленная рана волосистой части головы. От госпитализации водитель отказался. Еще одно ДТП произошло на Южном шоссе. Возвращаясь с обеда, владелец автомобиля Рено не уступил дорогу Тигуану. В результате чего оба водителя и пассажира оказались на больничной койке с сотрясением мозга и переломами. Всего за неделю в Сарове произошло 17 аварий, три из которых с пострадавшими. Наш город стал обладателем Гранта Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области. По итогам оценки работы органов местного самоправления, Саров занял второе место, благодаря чему в бюджет города будет перечислено чуть больше 1 миллиона рублей. Всего при составлении рейтинга оценивалось свыше 30 показателей. Среди них уровень зарплат работников муниципалитета, а также состояние дорог в городе. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Доехать до садоводческого общества «Союз» станет проще. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, по просьбе Саровчин на маршруте 5С увеличили число рейсов. По будням дополнительные автобусы выезжают с тупиковой в 9.45 и 14.10. Из «Союза» транспорт стартует в 10.25 и 14.30. По два новых рейса добавилось и в выходные дни. Точное время можно посмотреть на сайте soro24.ru. Поэт и писатель Павел Тужилкин приглашает Саровча на творческий вечер под названием «За околицей». Он пройдет в пятницу 19 октября в детской школе искусств номер 2 по адресу улицы Силкина, дом 10, дробь 1. В программе презентация нового поэтического сборника, выступление ансамбля народной песни «Горница», а также песни на стихи Павла Тужилкина в исполнении Михаила Жолобова и Ирины Федельмана. Более подробную информацию можно получить по телефону 951-84. Вход свободный. В Саров приедут китайские хоккеисты. В субботу 20 октября наши спортсмены встретятся с дебютантом высшей хоккейной лиги клубом КРС ОРДЖ из Пекина. Игра начнется в 17 часов. Следующую встречу 22 октября наши спортсмены проведут против команды Ценгтоу из Зелиня. Она начнется в 18.30. Билеты можно приобрести в кассе Ледового дворца, а можно и выиграть. Для этого необходимо принять участие в конкурсе репостов в группе канала 16 ВКонтакте. В начале октября в Перми прошел пятый кровоэформ «Голос каждого ребенка должен быть услышан». В нем приняли участие активные ребята из разных регионов нашей страны. За несколько дней школьники обменялись опытом и презентовали программы, которые они реализуют в своем городе. Нижегородская область на форуме представляли ребята из Центра социальной помощи семье и детям. Интересные встречи, творческие площадки, новые друзья. Для Василисы роговой участие в форуме – это возможность обменяться опытом и научиться воплощать в жизнь различные проекты. Самой интересной частью форума она считает ярмарку детских идей и инициатив, в рамках которой волонтеры и активисты российского движения «Школьников» представляли социальные программы. Там дети представляли свои работы и организации, где они делали этот проект. Показывали все нам, а в конце ярмарки можно было подойти к специальному листу и поставить им лайк. Девиз форума «Заплывай за буйки своих возможностей» стал негласным лозунгом и нашей команды. Поездка на форум стала возможной благодаря поддержке депутатов Городской думы, которые решили не только денежные вопросы, но и помогли с подготовкой материалов для выступления. Наша команда выглядела достойно на этом форуме. Дети получили кучу положительных эмоций, позитива. В общем-то, спасибо депутатам за то, что эта поездка детей состоялась. Форум «Голос каждого ребенка должен быть услышан» дал возможность активным детям и педагогам напрямую пообщаться с представителями власти, высказать свое мнение, задать интересующие вопросы и услышать ответы чиновников. Это дает им возможность показать себя, рассказать о себе, о своем городе, о регионе, в котором они живут, в участии в таких форумах. И, может быть, не сразу представить какие-то проекты, но понять, как происходят эти мероприятия, что делают другие дети. Форум собрал активных участников детских, молодежных, общественных организаций и добровольческих движений. Возможно, знания и опыт, которые ребята получили на тематических площадках форума, станут отправной точкой для новых идей и инициатив в нашем городе и регионе. Сама идея собрать деток с какими-то проектами, послушать их мнения, познакомиться с детьми из других городов, вообще это очень интересно. О проведенных на форуме днях ребята еще долго будут вспоминать и делиться своими впечатлениями с друзьями. И, возможно, в ближайшем будущем их собственные идеи и проекты будут реализованы во дворе, в школе и даже в городе. Ярмарка дегустации национальных блюд, музей мордовской культуры, древние народные обряды. В селе Лесной Цыбаево Темниковского района прошел гастрономический праздник золотой осени. Гости этнодома мордовской культуры окунулись в мир самобытных национальных традиций, народных песен и костюмов и отведали блюда мордовской кухни. На гастрономическом празднике побывала и наша съемочная группа. В котлах готовится угощение, на прилавках свежая фермерская продукция, все участники праздника в национальных народных костюмах. В этнодоме мордовской культуры все готово к встрече гостей. Гастрономический праздник золотой осени проходит в этих местах впервые. Мордовский народный костюм отражает национальную самобытность и культуру. Яркие цвета и только натуральные ткани, которые мастера изготавливали самостоятельно. В те времена по наряду девушки можно было даже судить о достатке в доме. Если на спине вышита одна полоса, семья бедная. Если три, то зажиточная. Мокшень мазава, что в переводе означает «мордовская красавица». Согласно народной традиции, платок девушки повязывается только тогда, когда девушка сидит. Это своего рода дань уважения, собственно, человеку, который этот платок и надевает. Гости праздника примерили на себя народные мордовские наряды и отправились на ярмарку дегустацию национальных блюд. Натуральная молочная и мясная продукция, свежие выпечка и напитки. Представители мордовского заповедника привезли на гастрономический праздник дары природы родного края. Привезли мы сюда ягоды, наши экологически чистые, чай наш на травах и угощаем всем этим. Народные песни, национальная кухня и традиции. Мордва издревле славятся уникальным колоритным бытом и культурой. Правила народных обрядов и ритуалов для гастрономического праздника восстанавливали по рассказам и воспоминаниям старейших жителей Темниковского района. Сам праздник, он вообще в национальном колорите, в национальном стиле, что очень интересно и важно, поскольку вот такие малые жемчужины нашей России, нашей республики должны быть на виду и должны быть интересны туристу, который приезжает к нам в район. Реконструкция древнего народного обряда моления, благодарения, рубка капусты помощью и наряжение капустных баб. После того, как урожай был собран с полей, наступала пора его заготовки на зиму. У мордовского народа был целый ритуал рубки капусты. Все его участники наряжались в праздничные костюмы и пели народные песни. Темников – это действительно туристическая жемчужинка, где есть все. Здесь можно увидеть, скажем так, старинный быт наших предков, как жили до нас Мокша, наши предки русские люди. У нас есть свое золотое кольцо Темникова. В Мордовии большое внимание уделяют развитию туризма и привлечению гостей в регион. Среди большого количества направлений сегодня особой популярностью пользуется самобытный туризм. Каждый месяц, каждый период года мы изыскиваем свое самобытное, для того, чтобы вспомнить, как было раньше, как будет настоящим. Первый опыт проведения народного осеннего праздника удался, считают организаторы. Планируют, что такие встречи станут доброй традицией. Определился обладатель Кубка города по футболу. На центральном поле стадиона «Икар» в борьбе за звание лучшего футбольного клуба этого года сражались два сильнейших соперника – «Авангард» и «Эскатерь». Силы у футболистов обеих команд оказались равны. Исход игры определила серия послематчевых пенальти. Подробнее о результатах встречи расскажем в следующем репортаже. К удовольствию болельщиков, ворота в этом принципиальном матче распечатали уже на 12-й минуте. Но лидировала команда «Авангард» недолго. Не прошло и 10 минут, как футболисты «Эскатерьем» сравняли счет. 1-1. С таким результатом команды и отправились на 15-минутный перерыв. Вратарь команды «Авангард» Евгений Пешеходов к пропущенному мячу отнесся по игровому спокойно. Так сложились обстоятельства, так расположились защитники. Не знаю, может быть, нападающий «Терема» в этой ситуации немножко удачнее был, потому что он и убежал, и в ворота попал очень здорово. Потому что чуть бы он мяч летел немного бы хотя бы поближе ко мне, я бы его точно достал. В этом году борьба за кубок стала особо напряженной. Как оказалось, символ побед – ваза с высеченной на ней названиями команд победителей, которая начала свой путь в 1952 году. Сегодня нашла постоянное пристанище в музее спорта. Вместо нее ближайшие 20 лет команды победителей будут обладать новым кубком. Идем по нарастающей. Проблем на самом деле в городском футболе много. Начиная от организации, заканчивая финансированием. Решили в этом году серьезно подойти к этому моменту, к моменту организации. Вот видите, на трибунах немало людей все равно. Чуть больше даже, может быть, чем ходят на первую команду. Это очень хорошо. Второй период финального матча прошел в острых атаках. Несколько напряженных моментов и опасных ударов заставляли трибуны вскакивать и разочарованно гудеть. Равный счет на 90-й минуте и обе команды снова отправились на поле на два дополнительных игровых отрезка по 15 минут. А следом и на послематчевые пенальти. Уровень чемпионата и зрелищность чемпионата в этом году показывает то, что первые три команды, которые лидируют, отстают всего на одну очко. Нам достаточно было проиграть всего один матч в этом сезоне, мы уже первыми стать не смогли. Не смогла команда «Авангард» взять и кубок. Во время пенальти спортивная удача улыбнулась футболистом Терема. Финальный свисток студии – счет на табло 3-5 в пользу футболистов в зеленой форме и заслуженная победа, к которой команда «Эскатерем» шла целый сезон. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин